Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире Сыны Западной Армении Усик Овакимян. Вопросы армян в Западной Армении. ЮНЕСКО отказалась от требования Баку посетить Степанакер через окно. В прошлом все азербайджанцы за Кавказе жили в юртах. Дело Гагика Восканяна, оказавшегося в Баку, направлено в суд под тяжким преступлением. Парламент Австрии единогласно принял резолюцию, осуждающую этническую чистку, проводимую в Баку против народа Арцаха. Посольство США объявляет о запуске программы по сохранению храма Ере-Руйтка, осуществляемой при поддержке Фонда сохранения культурных ценностей. Усик Овакимян родился в 1996 году в селе Берг-Кануш Араратской области. Был долгожданным ребенком надежды и опоры сестер и родителей. После окончания школы поступил в военный университет имени Вазгена Саркисяна. С 2014 по 2016 года служил в войской части Мехакавана в качестве артиллериста. Началась апрельская четырехдневная война. Усик и соратники прошли через самые жестокие и ужасные испытания войны, отличаясь храбростью и смелыми поступками. После демобилизации за несколько месяцев освоил тонкости кулинарного искусства. Призвание было одно – жить и бороться за родину, за всех, не жалея жизни. Началась 44-дневная война 2020 года. По зову родины 28 сентября на второй день начавшейся войны Усик уговорил сотрудников военного комиссариата Арташатта отправить его на фронт. Вновь прошел ад войны в том же Джебраиле и Гадруте. Противник непрерывно наносил артиллерийские удары по позиции, пытаясь захватить ее. 630 человек попали в блокаду каким-то образом через пять дней. Без потерь воины смогли выйти и занять новую позицию. Последней была позиция Гадруда Туттакнер. Усик Увакимян погиб 21 октября. Тело передали армянской стороне в конце декабря. Героя Усика Увакимяна похоронили 24 января в пантеоне Яраблюш. Вечная слава павшим бою героям. Полная статья доступна на нашем сайте WesternArmienia.tv. Отношения между Арменией и Баку, да и в целом, армяно-азербайджанские отношения справедливо характеризуются как враждебные. И чаще всего основанием для этого служат процессы, начавшиеся в конце 1980-х годов. Борьба за самоопределение Арцаха, арцахские войны. В соответствии с этим создается ошибочное впечатление, что эти отношения очень быстро переросли в конфликт. А армяне и азербайджанцы из советских братских народов вдруг превратились в заклятых врагов. Считаем важным отметить и подчеркнуть, что армяно-азербайджанские отношения имели как крайне мере два важных основания и причины для перехода из пассивно-негативных в активно-негативные и враждебные отношения. Во-первых, процессы, происходившие в этом регионе в начале XX века, открытые турецко-азербайджанские планы, с одной стороны, прямо противоречили интересам и существованию государства Армении, с другой стороны, оставались не до конца реализованными. Во-вторых, на протяжении всего существования СССР, как руководство советского БАКУ, так и различные слои общества продолжали предпринимать полномерные шаги по реализации своих планов. Полная статья доступна на нашем сайте Western Armenia TV. ЮНЕСКО отказалось от требования БАКУ посетить Степанакер через окно, чтобы оценить состояние памятников. Об этом в своем микроблоге X написал депутат парламента БАКУ, член бакинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы Нигяр Арпадараи, отметив, что ЮНЕСКО обратилось к Азербайджану с просьбой посетить Арцах. БАКУ согласился на проезд через окно в Степанакер, но ЮНЕСКО отказалось, желая посетить лишь Степанакер, чтобы оценить состояние находящихся там памятников. Напомним, что 10 ноября министр иностранных дел в Восточной Армении Арарат Мизжоян встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай. Она выразила обеспокоенность в связи с обоснованными рисками уничтожения, осквернения или присвоения армянского культурного и духовного наследия в Арцахе, подчеркнув необходимость активного участия ЮНЕСКО в охране памятников культуры. Знаете ли вы, как называется слово «страна» по-азербайджански? Анна-юрта. В переводе «анна» означает «мать». Юрта – палатка, которую собирают и демонтируют несколько раз в год и каждый раз на новом месте. Также используют арабское слово «ватан» в качестве родины. Но «ватан» – это арабское слово. То есть родина для азербайджанцев – это то место, где родители заложили юрту. До сих пор в 21 веке в юртах в основном в Иране проживает около 5 миллионов азеров. Раньше все азербайджанцы за Кавказе также жили в юртах, однако Иосиф Сталин издал указ, запрещающий советским гражданам быть продягами. Поэтому стали строить деревни, города, вытеснять кочевников в эти поселения. Самое удивительное, когда обитатели юрты указывают на армянские церкви, крепости, мосты, персидские мечети и заявляют, что все это они построили сами. При этом они даже не знают, что такое архитектура. Не менее нелепы утверждения кочевников о том, что некоторые блюда, содержащие рис, пшеницу, виноград и другие культуры, являются их национальными блюдами. Возникает вопрос, с каких пор кочевники сеяли пшеницу, выращивали виноград или рис. Все, что они делают, основано на лжи и обмане. В Баку завершено предварительное следствие по делу, возбужденному против попавшего в азербайджанский плен резервиста Гагика Восканяна. Материалы направлены в суд по тяжким преступлениям Ганзака. В Баку Восканяну предъявлены обвинения в терроризме, контрабанде, оружии, незаконном пересечении границы. СМИ Баку также сообщают, что первое судебное заседание по делу Восканяна запланировано на 30 ноября. Отметим, что ранее в отношении Восканяна Бакинский суд применил меру пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, что 16 августа Министерство обороны в Восточной Армении сообщило, что резервист Гагик Восканян, по предварительным данным, добровольно покинул боевую позицию. Чтобы найти его, ведутся поисковые работы. Позже азербайджанская сторона заявила, что задержан армянский военнослужащий. Противник не упустил случая распространения очередной дезинформации, отметив, что якобы была попытка дивизионного проникновения. Министерство обороны Восточной Армении представило видеоматериал, на котором видно, как группа военнослужащих вооруженных сил Баку подходит к резервисту Гагику Восканяну, оказавшемуся на азербайджанской стороне при невыясненных обстоятельствах. Беседуют с ним, после чего задерживают и увозят в неизвестном направлении. Парламент Австрии принял резолюцию, осуждающую этническую чистку, проводимую в Баку против народа Арцаха, в обсуждении которой принял участие посол Восточной Армении в Австрии Армен Папекян. Принятие парламента в Австрии резолюции, осуждающей этническую чистку, осуществленную в Баку против народа Арцаха в посольство Армении в Австрии. Многие депутаты выступили с речью, осуждая Баку, призывая федеральное правительство Австрии поддержать Армению и вынужденных переселенцев из Арцаха. Резолюция, поддержанная пятью фракциями Законодательного собрания, призывает федеральное правительство осудить на всех международных форумах и двухсторонних обсуждениях военные действия Баку, которые привели к массовому исходу более 100 тысяч этнических армян Арцаха. В резолюции подчеркивается важность защиты прав этнических армян, оставшихся в Арцахе и желающих вернуться в Арцах, выполнение решения международного суда относительно свободного передвижения через Бердзорский коридор. Федеральному правительству Австрии также направлен призыв принять участие в обеспечении свободного и беспрепятственно долгосрочного доступа в международные гуманитарные организации в Арцах, а также в защите культурных ценностей и церквей Арцаха. Резолюция также выступает за предоставление Армении как приоритетной стране австрийского сотрудничества в области развития необходимых средств для дальнейшей стабилизации гуманитарной ситуации. Резолюция Вопрос сохранения ереруйской базилики и сохранить это бесценное сокровище армянского культурного наследия, сделав его доступным для всего мира и будущих поколений. С 2005 года при финансировании Фонда защиты культурных ценностей посла США в Армении было реализовано 13 проектов по сохранению культуры, на которые в общей сложности было выделено около 1,5 млн долларов США. Программа предусматривает укрепление стен с заменой разрушенных камней, обеспечение дренажной системы, улучшение территории памятника и оформление выставочной площадки из мументальных камней. На организованном посольстве мероприятий с целью объявить о старте программы присутствовали около 50 гостей, представляющих культурную и образовательную сферу. От имени правительства Республики Армении к присутствующим обратилась министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян. Среди недавно реализованных программ в Армении финансируемых фондом сохранение монастырского комплекса Санай в Лорийской области, восстановление находящихся под угрозой фресок церкви Суванас Мегри, сохранение пещер в Сюникской области и Арани-1 в Айотзорской области. Об этом сообщает посольство США в Ереване. И в завершение новостей послушаем песню в исполнении Севака Ханагянна Хайреник. Севака Ханагенти Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!